так вот его автомобили сейчас погода не очень конечно солнечная но все-таки зима так вот у нас магнитола с рамкой от тигуана дизайн конечно не такой интересный если вот смотреть для сравнения крутилочками и вот это конечно смотрится попроще гораздо ну кто-то берет и такие варианты так комплектация у магнитолы стандартная для такого формата здесь у нас идет 4g антенна один usb еще один usb разъем под камеру коса с аудио входами выходами это для внешней акустики для нештатных усилителей ну и собственно на этой косе у нас располагается слот под сим-карту вот так открывается вставляете симку и у вас интернет в автомобиле 24 на 7 дальше я уже расскажу и покажу в чем отличие именно этой магнитолы от той которая установлена у меня напомню что у этой магнитолы также как и моей текущей магнитоле 6 гигабайт оперативки 128 встроена процессор стоит тоже такой же самый подробную характеристику я здесь вверху видео вставлю нужно открутить всего лишь 4 саморезика по периметру вот раз два три 4 все откручиваю и переставляю рамку на польсваген пола так ну вот рамка для пола выглядит таким образом принципе довольно гармонично присутствует оптический выход что предлагаю поставить магнитолу в рамку и протестировать все на автомобиле так подсветка зажглась у этой темы получается два экрана вот первый экран это с левой стороны у нас будет спидометр правой стороны виджет активного приложения тут либо музыка либо радио будет у вас можете переключать вправо влево либо запускать сам виджет на весь экран так давайте сейчас покажу как работает у нас музыкальный плеер если видно на виджете запущен он уже нажимаем допустим вот так работает можно треки переключать крутится пластинка во время воспроизведения здесь на виджете тоже крутится такая как будто бы пластинка ну прикольно анимировано написано наименование трека давайте сейчас протестируем как у нас происходит смешивание звука допустим играть музыка у нас и запускаем навигацию слушай яндекс погода в калининграде на завтра получается звуковой поток у нас затих так а если свернуть ага у нас поставлен на паузу не знаю может настройках надо попробовать как-то понастраивать то включаем заново музыку включаем навигацию так а если просто нагать сейчас звук немножко притухает и возвращается на свой уровень получается только в режиме разговора с алисой звук почему-то ставится на паузу просим у производителя как можно это настроить сейчас виджете у нас отображается радио рдс работает то есть это радио 7 я просто автопоиск нажала на сама нашла все станции вот рдс можно нажать кнопочку здесь еще у нас дополнительные настройки ну и соответственно листаем влево-вправо радиостанции здесь не так много так сказать 18 танцы но это некий стандарт единственно пока какой магнитоле было гораздо больше станции это вот недавно делали обзор на широкоформатный магнитола ссылочка у вас будет вверху у нее там целых 46 станций давайте покажу как работает другие приложения полазер давайте покажу таким образом выполнен можно листать тоже много полос можно выбрать пресет либо отрегулировать вручную также можно настроить объемное звучание различное положение динамиков вот если крутим здесь прям динамики так поворачивается вот анимирован каждый динамик ну то есть вроде бы мелочь но как бы производитель уже заморочился с этим не знаю как мне по мне так очень прикольно это все сделано здесь тоже можно настроить режимы сцен там концерт концерт норма так далее тон компенсации тоже может быть настроено здесь двух положениях здесь просто баланс можно настроить оптический выход настраивается он не подключен но настроить настроить можно с отдельно сабвуфер настраивается в двух положения фильтр низких частот в принципе аппарат такой довольно таки прикольный здесь dsp звук стоит довольно хорошего уровня поэтому каждый любитель хорошей музыки найдет для себя здесь много хороших настроек и неплохое качество звука подсветочку как видим сейчас стоит синяя тоже в тон этой теме давайте ее поменяем здесь это делается очень легко есть такой пункт color вот такими несложными манипуляциями менять на тот цвет который вам нужен допустим штатно volkswagen красная поэтому вот настроили красное и все теперь полный феншуй так давайте покажу основное отличие именно у этого производителя тут настройки вот в таком нестандартном виде я немножко позже на них остановлюсь давайте сразу сейчас покажу в чем именно глобальное отличие так заходим в расширенный настрой так выбор модели автомобиля это все здесь подгружается в режиме онлайн выбираем модель can box а у нас это race вот выбираем volkswagen так выбираем pq так выбираем паблик все пошло скачиваться ok так можно сразу логотип здесь поставить вот у нас уже стоит volkswagen подтверждаем нажимаем ok сейчас идет скачивание ok происходит обновление mcu или мк у кому как нравится давайте сейчас проверим насколько правильно у нас стоит коншина включаем зажигание и просто проверяем климат-контроль допустим вот все уже показания климат-контроля у нас работают вот все значки все отображается вся индикация подогревы обдувы все направления это нам говорит о том что коншина у нас корректно установлено это новое меню настроек перевод здесь в самих настройках пока не очень идеален попробуем связаться с фабрикой и поможем им сделать нормальный перевод но в принципе это все интуитивно понятно можно это все как-то настроить давайте пробежимся вот с левой стороны здесь у нас дисплей допустим настраивается яркость ползунком и также можно настроить режимы авто режим день режим ночь все это настраивается сеть понятно здесь вайфай включить выключить код спот то есть раздача интернета если у вас подключена симка ну и соответственно включение выключение мобильных данных либо режим полета когда у вас выключаются все сети далее навигация это приложение по умолчанию настраивается вмешивание звукового потока то есть насколько у вас будет приглушаться при командах навигации та же музыка радио диверсивный написано ну понятно что это задняя камера сделана отдельно зеркалирование камеры можно сделать включить выключить парктроник но это также можно сделать при самой запущенной камере как я уже показал немножко раньше парковочные линии статичную линейку это тоже можно здесь включить выключить ну и собственно вот здесь масса режимов камер который тоже настраивается при самой включенной камере то есть начиная от ntsc и pal это обычные камеры старого формата и hd камера 720p 1080p и с разной частотой кадров то есть это магнитола поддерживает абсолютно любые камеры вплоть до самых топовых современных моя же магнитола которая сейчас стоит у нее к сожалению нет таких настроек там просто можно включить выключить hd камеру или на тв камеру переключиться все то есть я не могу установить камеру с разрешением там 1080p я вот тестировал недавно подключал ну 720p работает классно камера hd 1080p уже не работает и нельзя никак это настроить приглушение при включении заднего хода режим сна здесь тоже немножко доработали тут получается можно совсем выключить чтобы у вас не было быстрого запуска можно на два часа задержать быстрый запуск можно на день можно на на три дня я думаю это прикольно что такие временные интервалы думаю многим будет полезно так завод это соответственно тут заводские настройки в которых вы можете зайти еще в более расширенной которая под паролем там где у вас настраивается коншина и прочее ну здесь не буду останавливаться это каждый потом уже настроить от себя далее настройки больше это собственно переход в android настройки вот здесь мы можем увидеть название устройства платформой ums 512 6 гигабайт оперативки и 128 встроенной android 10 версии вот если мы на него поклацаем вот у нас отображается десятка так мы можем это все по перетаскивать теперь о тех фишках которые отличают эту магнитолу от которой у меня установлена на автомобиле так включая заднюю передачу вот отображается камера слева у нас парктроник отображается ну даже такой хэтчбэк практически совпадает так вот штатные динамические линии работают это именно от оригинальной камеры так справа у нас можем отключить звук парктроника также можем включить какие-то вспомогательные линии не знаю они не поворачиваются это какой-то режим не знаю для чего он и вот это еще режим видимо для переднего парктроника и заднего у меня переднего нету просто задней так и вот основная фишка интересная если мы нажимаем вот так просто на экран мы можем войти в настройки мало того что здесь можем как и на всех магнитолах настроить сразу яркость контрастность и другие параметры также есть вкладка камера где вы можете просто сразу включить встроенные линии в магнитолу вот они пожалуйста также можете выключить их так и самое главное вы можете настроить разрешение камеры сейчас стоит ntsc камера и сразу же можете изменить разрешение если у вас установлена камера и hd допустим можете сразу выбрать все варианты разрешения вплоть до 1080 я думаю это очень прикольно вы не вам не обязательно заходить в штатное меню и делать настройки поэтому я думаю такая фишка очень даже полезная после выключения передачи отображается какое-то время еще парктроник в принципе все довольно симпатично интересно чтобы не упустить момент когда у вас аккумулятор просто сядет вот сейчас у меня отображается 12 6 также здесь отображение подключения блютуза сейчас он не активен поэтому он немножко сереньким закрашен сигнал gps вайфай сейчас подключен у меня раздача идет с телефона интернета и 4g но его сейчас нет поэтому она тоже пустая за время тоже можно поставить лайк довольно таки крупные хороший шрифт в отличие от многих других производителей те же самые ти айс марка у них довольно мелкий шрифт посередине у вас еще более крупные часы поэтому никаких проблем это я думаю никому не достает можно запускать допустим с кнопки на панели вот она 4 квадратика запустили или же просто жестом внизу вверх вы просто пальцем проводите и у вас запускаются все приложения вы тратите на это минимум своего времени так еще одной интересной фишкой этой магнитолы являются сменные темы значок такой с футболкой было понятно нажимаем у нас сейчас доступны три темы та которая сейчас но она не больше всех нравится поэтому я ее оставил есть вот такая черная тема нажимаем загрузить она у нас идет на одну страницу здесь тоже такие крупные виджеты вот часы со стрелкой дата все здесь крупно хорошо видно это виджет музыкального плеера где у вас будет отображаться треки можете их перелистывать можете отсюда просто запускать сразу здесь навигация будет у вас отображаться скорость при езде ну а если просто нажмете соответственно у вас будет запуск навигатора который по умолчанию стоит радио соответственно тоже крайний виджет у нас радио отображается частота радиостанции тоже можно листать влево вправо либо просто нажать для запуска полноценной радиостанции Так, ну здесь у нас внизу самое популярное приложение, у нас навигация, телефон, тоже в таком прикольном сдержанном стиле, очень хорошо нарисовано, такие объемные кнопки. Далее приложение, опять же здесь значок приложений, в таком на черном фоне, все сделано очень хорошо, красиво, значки такие, ну в стиле можно сказать Apple или CarPlay, кому как больше нравится. Проводник можно запустить сразу, все работает очень шустро, вот YouTube я здесь настроил кнопочкой, тоже довольно прикольно, хорошо нарисовано, такой дизайн, ну компоновка такая более классическая, то есть это у вас в левом верхнем углу часы крупным, справа у вас опять же виджет, на котором либо музыкальный плеер, либо радиостанция текущая, ну внизу у вас значки, рабочий стол пока не скроллится, сюда скорее всего можно выносить какие-то избранные приложения, вот эти приложения, которые у нас здесь расположены, их можно настраивать, вот допустим удерживая кнопку, здесь можно указать ассоциацию с приложением, то есть нажимаем изменить, допустим вы хотите не навигацию туда поставить, а к примеру Total Commander, стрелку, там YouTube, Telegram или любое другое приложение, которое установлено, далее вы можете изменить значок, ну значок только из тех, которые установлены в системе, ну их довольно много, они прикольно прорисованы, и третий момент, можете задать имя, которое у вас будет здесь подписано, ну сейчас у этих значков допустим нет надписи, потому что по факту здесь такая минималистичная тема, ну могу написать допустим GPS или Navi написать, вот GPS, нажимаем применить, но опять же сама тема не предполагает наличие надписи, поэтому эту надпись сейчас не видно, но если мы допустим перейдем на вот эту тему, вот здесь уже видим надпись у нас GPS применилась, то есть каждый под себя может настроить, что ему нужно чаще использовать, навигацию, Bluetooth, допустим запуск всех приложений, но опять же все приложения можно сюда не ставить, потому что у вас просто свайп вверх, это уже есть приложение, навигацию сюда тоже можно не ставить, потому что вы просто сюда по машинке нажимаете, у вас уже запускается навигация, что вот эта машинка, она анимируется, вот если допустим включается либо ближний свет, либо ну вечером габариты, вот включая фары, включилась подсветка, экран притух, вечерний режим, выключаем, в другой теме, там где побольше значков, я сюда вот разместил YouTube, ну прикольно, нажал сразу, допустим запустился YouTube, все работает шустро, ну это не знаю, пока лучшая магнитола из тех, которые доводилось тестировать, все работает просто молниеносно, ну и по такой схеме, вот вы кастомизируйте все ваши значки, если допустим перейдете на вторую страницу, у вас тоже здесь очень красивые такие аналоговые часики, вот такие анимированные стрелки со шлейфом, нижняя панель и еще несколько значков на верхней панели, здесь виджет, который у вас подвязан к музыке, то есть это радио и музыкальный плеер и три приложения, которые также можно кастомизировать, то есть вот я YouTube настроил, настроил радио, настроил музыку, вот допустим так, запустил радио, опять же запустил YouTube отсюда, запустил музыкальный плеер отсюда, все работает прекрасно, быстро, не знаю, напишите в комментариях, какая из трех тем вам понравилась больше, давайте допустим GPS тест, так, хром, все в принципе грузится довольно-таки шустро, навитель запустить, соединение со спутниками установлено, найдено целых 17 спутников, здесь прям очень порадовало, антенна, напомню, что у меня стоит штатная плавник на крыше, прикольно, прикольно, далее, что у нас онлайн ТВ, давайте запустим, хотя это телевидение, это сплошная реклама, на полный экран, сидим смотрим телевидение, так, видео, ну это стандартный видеоплеер здесь стоит, ничего такого особенного, не знаю, там какие-то может есть, такие, какие-то яночки, так, ага, так, выключается у нас, так, давайте, наверное, запустим, что тут еще остается, ну, телеграм, это понятно, так, на плей маркет, вот, в принципе, тоже шустро все грузится, довольно быстро, так, что еще можно, ну, это настройка кнопок руля, так, ну, стрелка, понятно, power amp, youtube, все запускается моментально, я думаю, в ютубе все-таки поинтереснее смотреть, это быстрее грузится все, реклама хотя тоже присутствует, как давно появилась традиция обмечать Новый год? ну, еще в древность, я вас слышал, что археологи под Самарой 720 разрешения выберу, не знаю, потянет сейчас телефон на интернет, ну, в принципе, должен потянуть нашли следы первого празднования Нового года как интересно, что там было? окаменевшая елка, маргарина и оливье и что? так, ну, камера не передает изображение, но, в принципе, здесь все нормально буферизация хорошо, все грузится оперативно, поэтому youtube ставим лайк ну, все, в принципе, больше такого показать нечего, все показал основное давайте ради интереса сейчас еще раз включу подсветку на этой магнитоле сейчас вам покажу свою магнитолу и скажите, какая вам больше нравится давайте вот так сделаю так а теперь объективно, какая магнитола смотрится лучше я думаю, все-таки моя эта здесь вот полосочка, такая прикольная кнопочки по бокам подсвечиваются она как-то более гармонично, что ли, смотрится и вписывается напишите ваши комментарии, какая вам все-таки нравится больше именно по дизайну самой панели не меню, не функционал, хотя он у них одинаковый при таком освещении, как работает камера напоминаю, что она у нас штатная в принципе, я скажу, довольно неплохо так, я, наверное, сейчас еще подключу, проверю здесь несколько камер 1080p hd камера, которая на моей магнитоле отказалась работать проверю сейчас на этой магнитоле ну, не знаю, вставлю в видео, не вставлю если вставлю, вы сейчас это увидите если нет, то напишите в комментариях если хотите видеть сравнительное видео разных форматов камер в любом случае, спасибо вам за просмотр подпишитесь, пожалуйста, на канал для тигуана еще будут дальше доработки буду снимать видео покажу вам много интересного поэтому, пожалуйста, подпишитесь чтобы не пропустить видео ну, и для развития канала это важно тоже и комментарии, лайки ну, я думаю, вы это все знаете смотрите разных youtube блогеров там и тому подобное не дотерпел я подключил камеру та, которая 1080p на 30 кадров в секунду на моей магнитоле она не заработала а сюда я спокойно вот подключил ну, она не сзади установлена а спереди вот сейчас продемонстрирую как это все работает вот, смотрите изображение очень неплохое учитывая то, что сейчас уже вечер ну, еще не совсем темно не знаю, камера не очень может хорошо передает ну, вот если так покажу изображение очень-таки достойное четкость очень высокая конечно, моя камера ни в какое сравнение не идет с этим ну, плюс учитывайте, что это сейчас изображение через стекло определенная помеха есть настройка камеры вот, линии включаю линии можно настраивать не знаю, просто раньше не сталкивался с этим нажимаем если у вас есть, допустим, штатная камера либо вы просто стоите в каком-то месте которое вам позволит настроить камеру под габариты автомобиля вот здесь такие крестики за которые вы можете потянуть допустим, и так ее пошире сделать или сделать поуже или так как-то то есть настроить можно и нажать кнопку сохранить либо сброс вот нажимаем сброс думаю, очень прикольная штука потому как у всех автомобилей разные габариты в этом случае вы можете это все просто настроить абсолютно под любую машину под любую камеру так, но это сейчас 1080p вот как выглядит камера насколько это будет видно она полностью металлическая корпус у нас разборной то есть качество очень классное это не полявные камеры с алиэкспресса которые вам там дают с магнитолами такую вам в подарок вряд ли кто-то даст она дорого стоит ну как, относительно тех камер которые дают в подарок давайте сейчас покажу вам для примера какие камеры дают подарок на том же алиэкспрессе ну вот такая пластиковая линза маленькая это hd камера ну такая бесплатная подключу и покажу как с ней будет работать ну как я и думал честно говоря это дешевая дерьмишка вообще отказывается работать вот я уже все настройки перепробовал все форматы ну ничего камера дохлая не работает поэтому ее на мусорник сейчас попробую еще другие форматы так вот кстати подключил камеру это уже получше это от хорошего производителя вот C-Paid довольно известный производитель камер это 720p и определилась она автоматически кстати я скажу на ней даже получше изображение чем на 1080p почему-то там какой-то шлейф был при изображении в салоне автомобиля а здесь вот видите то есть картинка довольно четкая вот если посмотреть на улицу немножко вот конечно автомобили уже более зернисто смотрятся но у нее как-то четкость повыше шума меньше вот когда в салоне вот я в салоне снимаю качество вполне пристойное стоит она не таких больших денег не знаю дают ли такую в подарок вот еще одна нашлась такая дешевочка с алиэкспресса вот такие дают тоже в подарок но это оказалось рабочей вот смотрите как она снимает в салоне в принципе сильных шумов нету но разрешение у нее очень печальное не знаю вам даже на камеру наверное не видно она пожалуй немножко хуже чем моя штатная поэтому чем ставить такую лучше штатную вставлять поэтому не все камеры одинаково полезны мой выбор оптимальный это 720p AHD камера вот это идеальный вариант у нее минимум шумов довольно таки хорошая детализация нету никакой зернистости и при плохом освещении она вытягивает картинку довольно неплохо так ну сейчас уже совсем темно для сравнения еще раз камера штатная с динамическими линиями вот у нее вполне себе изображение нормальное по сравнению с дешевой которая только что была показана с алиэкспресса ну единственное омывателя конечно не хватает ну не знаю может все таки AHD камеры на 720 я поставлю но не хочется штатные линии терять вот идут линии которые в магнитоле а в самом верху это правильные по параметре автомобиля каким из них верить но естественно только штатным и смотрите какая разница поэтому я до сих пор не решился менять камеру на какую-то более современную потому что динамические линии все таки заводские они более правильные показывают параметрии всем спасибо за просмотр всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...